Всем привет, с вами Юмилька, добро пожаловать на мой канал. Давайте смотреть Метал Фэмили, худовник, ксайдовник, художник, сам Дима говорил, что можно называть как угодно. Это не принципиально вышло третье полыхание. Я знаю немножко, о чем тут будет идти речь, но сейчас хотелось бы узнать в подробностях. Зло! 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 У меня часто пригорает от той или иной ситуации. Кофемашина работает не так, как надо. Ой, кофемашина, надо скупить, а не дожмать. Ростелеком продолжает названивать, спрашивая, почему вы отказались от наших охотительнейших услуг. Каждая вторая типография, которую пускают по п***те целый тираж печати, заслуживает отдельного полыхания. Но то, что произошло недавно, настолько глобально, что повлияло на выход ближайших двух серий Метал Фэбли точно. И если вы... А вот тут поподробнее, типа целых две серии... Если вы являетесь нашим поклонником, то концовка вам явно не понравится. Да блин! Не надо так! Можете прямо сейчас выключать. Да нет! Нормально все будет. Говори как есть. Ну а теперь, с чего все началось? Ну где-то полтора года назад у нас родилась идея. Че за уроды на сцене дают живые концерты? И мы начали ее воплощать в жизнь. Активно репетировали, поднимали свой музыкальный скилл, работали над сценарием и закупались оборудованием. Я выбрал, короче, размер. Мне приезжает. Типа, это, конечно, да, такой размер, если ты такой, но если ты выбрала XXL, то ты вот такой. Там, видимо, XXXXXXL. Я же вроде не такой. Ну, кстати, выглядело вполне нормально. Немножко висело, но не так уж и плохо. И, между прочим, когда у ребят был концерт в Уфе и группы, я закупила кучу мерча. Сперва думала все разыграть, а потом как-то часть мерча раздарила. Но у меня осталась одна футболочка в размере L, которую я хочу разыграть в своем телеграм-канале. Заходи туда после просмотра этой реакции, и в течение часа после того, как она выйдет, будет запущен розыгрыш. Я просто долго думала, какой размер будет самым универсальным, и выбрала L. Потому что тот же самый размер XL, например, не каждой девочке бы подошел. Да в целом эта L, она девчонкам может быть довольно-таки большевата. Но я брала с учетом оверсайза. И, парни, ну, напишите, какой размер вы одежды вы носите. Надеюсь, что с размером не прогадала. Жалко, конечно, что футболка всего одна, но все же. Мы вкладывали уйму своих сил, времени и денег, чтобы эта идея понравилась всем, кто хоть немного знаком с нашим творчеством. И мы начали свой тур с Уфы, где я осознал, что в любой момент могу заболеть. Так что надо быть поосторожнее. Затем был Екатеринбург, где мы поняли, что не во всех клубах нормальное отопление. Затем Казань. Там чисто надо шапочку было надевать, шарфик. Пара, Краснодар, Нижний Новгород. Блин, интересно вот еще комиксы почитать, честно. Так что надо быть поосторожнее. Затем был Екатеринбург, где мы поняли, что не во всех клубах нормальное отопление. Затем Так, ну чё, уроды, следующий город Казань Почему Казань? Потому что у них есть памятник Пальчику, крутяк Вообще-то это пирожок, да какая разница Казань, Самара Ну вот, всё как в Индии, где ещё такие слоны Где ещё на гербе корова, да и название города Сахара Ты хочешь сказать, что в этот раз мы свернули на 3000 километров раньше? Это Самара, чес Это не корова, а белая Казань Краснодар Нижний Новго Приехали, ты проиграл, чё, Швейцария Эй, я имел ввиду другую Швейцарию Лорди, ты судья Ох, он прав, от центра Нижнего Новгорода До Швейцарии сочался С тебя Из Санкт-Петербург В каждом таком концерте мы выкладывались на все 100 Мне в Уфе Концерт вообще классный был, мне понравилось В каждом таком концерте Я срывал свой голос И с каждым таким концертом мы набирались опыта и становились все более уверенными в себе Мы не собирали много денег Буду откровенен, мне в принципе нечего скрывать В той же Казани я заработал 115 тысяч А в Самаре 94 Вы скажете, это много? Если зарабатывать за один день, то да Но учитывая, что мы работали над этим не один месяц А до этого создавали персонажа не один год Это не так уж и много Я бы сказал, что это не отбивалось совсем Но мы с блеском в глазах смотрели на предстоящий концерт в Москве Там мы планировали собрать более тысячи человек К слову, нам это удалось Отработать как надо И получить наконец-то внушительный гонорар Который не только окупит все наши вложения Но и даст нам всем финансовый бонус для своих личных нужд И вот 31 мая Бэйс Клуб В Москве проживает большая часть наших подписчиков Поэтому и подготовились мы к нему получше Пригласили Волкова Сделали эти штуки с клипами Посадили за них специального человека Перкуссия, свет Все на высшем уровне Митингрит пришлось продлить на 3 часа вместо одного За что и заплатили штраф 40 тысяч Ну и ладно Ведь от этого стоит, да? Не, ну это жесть И шесть, штраф накинули Шоу получилось отличным Можете посмотреть на канале Алекса Васа Ссылка в описании Зрители остались крайне довольны Огромное количество положительных отзывов А мы настолько выложились Что даже не были в силах хоть как-то это отметить Тупо все разъехались по домам Ну плюс я себе еще руку сломал Но это отдельная история Чего я вот этим буду подписывать? Как я вообще этим работать буду? Теперь надо учиться писать и рисовать левый Хотя, наверное, за это время рука восстановилась Ау Ай Это я сделал Спустя несколько дней Мы поинтересовались у клуба А когда вы нам пришлете наши деньги с билетов? Нам отвечали Вот уже выплыли Подождите пару дней, пока придут Но деньги не приходили Мы пока не нервничали У нас же есть договор И это же клуб в Москве Чуть ли не в центре Вряд ли они захотят нас кидануть Однако проходят недели А денег все нет Тогда мы решили найти И нашли контакты директора И написали ему лично На удивление он довольно быстро нам ответил А позже и сам позвонил Извинился Ссылаясь на недобросовестных контрагентов Онлайн-кассу Что так и не перевели ему деньги И пообещал со дня на день все заплатить Забегая вперед, скажу, что он врал Мы позвонили онлайн-кассе Которая занималась продажей наших билетов Они сказали, что не вправе разглашать такую информацию Но уверяют, что никаких задолженностей у них нет Прошло два месяца Но денег мы так и не увидели Нам перестали отвечать и менеджер, и директор Поэтому Нормально так Мы не бесплатно Вот это и клуб в Москве Били свое мини-расследование И выяснили Что Михалеву А.С. Он же гендиректор и учредитель Бэйс Клаб С которым мы непосредственно общались Ранее уже был предъявлен иск О взыскании необоснованного обогащения На 11 миллионов рублей Стало ясно, что для него не впервой присваивать чужие деньги Блин Это жестко Выбирая клуб, тем более в Москве Ты не думаешь о том, что будет нечто Такое, что столкнешься с таким человеком Но я думаю, что если ребята в будущем будут устраивать концерты А я думаю, что будут Им теперь так досконально надо каждую площадку Прям проверять будет Чтоб не было подобных случаев И чтобы себя предостеречь Это тварь По нашему неправильному Это необходимое дополнение Если в суде нас захотят привлечь за клевету Внаглую взял нашу прибыль с билетов И засунул себе в карман Отдавать явно не собирается Я знаю, о чем вы подумали Подавайте в суд Но прикиньте, в суд подавать бесполезно Потому что они, скорее всего, к этому готовы Мы просто уже копнули под них и кое-что выяснили Раньше на этом месте была площадка главклуб И этот главклуб наворовал кучу денег Обанул кучу людей Потом были суды Были видеообращения от музыкантов Которых этот клуб кинул Мы с другими пострадавшими объединились в инициативную группу И считаем, что вне зависимости от внешних причин Игорь Танких осуществлял мошенническую деятельность Убеждая партнеров заключать агентский договор И передавать главклубу билеты на реализацию Заведомо зная, что не выплатят за них вознаграждение Затем большая часть судов Как это жестко? Ты ждешь свои деньги Потом все вот это узнаешь, видишь Я могу представить, насколько ребятам было тяжело Клубом были проиграны Но когда пришло время исполнения решения суда Выплаты компенсации Выяснилось, что на счету у главклуба Ничего не... Обанкротился, типа, да? Счета пустые И обманутые музыканты не получили ничего Даже судебные издержки им никто компенсировать не стал А директор с деньгами просто сбежал за границу После чего руководство главклуба сменилось А сам клуб переименовался в Бэйс И теперь Бэйс-клуб Нам так кажется Делает то же самое Ворует бабло Это наше мнение Обманывает музыкантов Такие поправочки По нашей непроверенной информации И не факт, что через пару недель Нынешнее руководство не свинтит куда-нибудь А Бэйс-клуб не переименуется в какой-нибудь Нахаловый клуб И самое обидное Вот, блядь, смотрите Это по нашей непроверенной информации Мошенник Он Нам так кажется Только что Блин, эти вставки, конечно Украл у нас деньги Сделайте что-нибудь Подавайте в суд Но ведь суд не поможет Они к этому готовы И даже если мы выиграем суд Мы ничего же не получим У них счета, скорее всего, пустые Видите, как все вот, видите вот Ну не повезло Чтобы вы понимали Насколько мы сейчас в х**ом положении Мы потратили полмиллиона Из своего кармана Честно заработанных денег На организацию этого концерта Это почти все деньги Накопленные со всех предыдущих концертов Оооо Это очень грустно звучит И мало того, что мы не заработали Выкладываясь целый год Мы ушли в х**ный минус И остались ни с чем Мы ведь сильно рассчитывали на эти деньги Планировали их потратить Ну например На печать второго комикса Это не дешево, если вы не знали Мы уже наняли хороших аниматоров Которым надо платить хорошие деньги Чтобы ускорить выход из шестой серии Анимация вообще не дешевое удовольствие Половина анимации из шестой серии Будет стоить полтора миллиона Нифига си, жестко Ну хотя учитывая уровень У нас даже с учетом концертных денег не хватило бы Короче эти средства могли пойти на что-то полезное На что-то хорошее И вот из-за этого мне пиздец как обидно Сейчас Блин, самое жесткое же то, что в других городах вообще никаких проблем И в Москве вот такая хрень Директор По нашей непроверенной информации Тратит наши деньги на каких-нибудь шлюх Или еще что-нибудь вроде этого И никто И ничего с этим поделать не может Мы целый год работали как проклятые И в итоге остались в луже говна В долгах как в шелках Нас тупо обокрали По нашей непроверенной информации Я могу еще в педебе Блин, эти ставки такие в голосу Бедно понять вора, который обстоятельства вынуждает пойти на кражу Но этих тварей По нашей непроверенной информации Явно ничего не вынуждает Они воруют миллионы Нам так кажется Просто потому, что они уверены в своей так называемой схеме Им Это наше мнение По кайфу воровать людей, которые в отличие от них Хоть что-то умеют создавать Они знают Нам так кажется Что у молодых групп нет ни средств на судебные издержки Ни большой аудитории Которая могла бы поднять шумиху Кстати, да А вот ребята же ее как раз и подняли Здесь уже почти 400 тысяч просмотров За такое короткое время Так что, ну, что-то должно произойти Сейчас посмотрим Надо будет чекнуть Может быть, комменты в соцсети Может, какие-то новости есть Ну, или в течение нескольких дней Надо будет это чекать Потому что, ну, такой резонанс Ну, и не может быть такого Что подобное будет спущено с рук Да и многие побоятся связываться с московским клубом Вдруг это негативно скажется на репутации группы в концертной среде А вот и наивно ждут выплат по полгода А в итоге Вы знаете, это настолько... Не, ну, в любом случае, когда тебе говорят, что выплатят завтра И тянут, тянут, тянут Там уже точно что-то не так Но я могу понять музыкантов Потому что ты не имеешь каких-то рычагов давления За счет чего и приходится с надеждой сидеть и ждать Ну, вот мне очень жалко тех ребят, конечно Которых киданули, про которых здесь было рассказано Ну, и как раз-таки вот ребятушек Диму, да и в целом группу Видно, что у нас просто опускаются руки Потому что понимаешь, что как бы ты ни старался Что бы ты ни делал Тебя в любой момент опустят на дно Вытрут от тебя ноги Просто потому что так могут Просто потому что так хотят Вообще-то есть у вас ребята У Димы, в целом группы Аудитория То бишь мы И мы поддерживаем вас И мне кажется то, что если посмотреть отзывы этого клуба Там 100% Те ребята, которые посмотрели это видео Уже написали свои отзывы Возможно, есть люди, которые имеют какие-то знакомства Или сами являются какими-то должностными лицами И да, они могут быть вполне подписаны Как на Metal Family в целом основной канал Так и на этот канал И они тоже могут на что-то повлиять Вот вы думаете, может быть, что 400 тысяч просмотров Это просто цифры Но нет, за каждой вот этой цифрой За каждым просмотром стоит реальный человек И учитывая количество этих людей Ну, точно есть те люди, которые определённо Могут повлиять на эту ситуацию Ничего не хочется делать Хочется просто сесть на жопу Нажраться и сдохнуть Теперь вы понимаете, почему выход серии и выход комикса задерживаются Ну... Такой вот печальный конец На самом деле, хоть и грустно Но... Пусть уж лучше будет так, что всё это замедлится Но и Дима как-то восстановится И Алина, и ребята из группы тоже эмоционально Немножечко вот всё это переварят события Сейчас я хочу вот посмотреть, может быть О, донаты есть И нам перевели деньги Спасибо за... Вот! Понимаете, вот она сила интернета Это ещё час назад произошло Это то, о чём я говорила где-то вот тут То, что вызван такой резонанс И точно будет какая-то реакция И в суды никакие ходить не надо Просто надо показать то, что было сделано То, как человек киданул То, как он украл деньги И, соответственно, когда всё это было выставлено Грязное бельишко На показ Пошли Пошли возвраты денежек Притом, что до этого несколько месяцев не было ничего О, спасибо за просмотр Эти мрази продолжают ворвать уже и деньги У добросовестных, зачастую начинающих музыкантов Делать это абсолютно безнаказанно Не боясь ни законов, ни публичной огласки Блин, вот на самом деле Очень жалко музыкантов без аудитории Они ж могли даже бросить своё увлечение То, чем они мечтали заниматься После вот таких случаев Это вот, ну реально, у Димы Когда у них, у ребят есть поддержка А у таких начинающих музыкантов Могло такой поддержки сильно и не быть И сколько талантов просто из-за этого могло угаснуть Чем меньше у человека морали Тем он богаче и наглее И так будет всегда Пока честные люди молчат За справедливость Надо бороться Распространяйте это видео Придавайте огласки Если вы музыканты Не сотрудничайте с ними Или хотя бы не Продавайте через них билеты Да я думаю, что после такого видео Это же расфорсится ещё между музыкантами В их комьюнити Никто там точно концерты давать не будет И наверняка Есть музыканты Которые уже планировали там выступать После этого видео Они, скорее всего Просто решат этого не делать Вообще Ребята вполне могли Ну ещё до выпуска видеоролика Посмотреть Какие группы будут выступать В этом клубе Просто обратиться к ним Рассказать свою ситуацию Чтоб те группы Не повторили их ошибки Если вы слушатели Предупредите своих любимых исполнителей А, ну вот Вот Тоже распространение информации пошло Нам уже деньги не вернуть Ну всё-таки вернулись же деньги Это самое крутое Самое главное Нет, мы даже не надеемся Что органы займутся расследованием Ночь хочется верить Что у обычных честных людей Есть силы Пусть справедливость Будет хоть где-то И справедливость Восторжествовала Вот Дима сказал то Что у этого видеоролика Будет плохой конец И он плохой от счастья Ну в плане сдержки серии Но по итогу всё вывернулось таким образом Что конец-то хороший То, что ребята получили Свои честно заработанные денежки И я за них безумно рада